Вот это ингредиенты для суши. Масаби, запусто. В своем видео известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев полностью развеивает миф о том, что посланники Земли в космосе питаются исключительно консервами. Оказывается, даже суши могут запросто приготовить. Но, как известно, в одной стандартной порции всего около 200 килокалорий. А этого слишком мало для космонавтов. Уже после первого полета человека в космос учеными было подсчитано, что для поддержания необходимой формы и здорового образа жизни в полете космонавты должны потреблять как минимум 3200 килокалорий. Поэтому одной японской кухней сыт не будешь. В рационе каждого космонавта есть мясо. Чаще всего вяленое. Внеземное пространство не имеет гравитационного поля, а потому все в нем находится в невесомости. Вяленое мясо в таких условиях удобно употреблять в пищу. К тому же этот продукт питательный и сытный. Для современных космонавтов доступен широкий выбор блюд и продуктов. Мясо, овощи, фрукты, сладости и даже борщ. Особенности лишь в упаковке. Юрий Гагарин, например, в первый полет брал с собой жидкий шоколадный соус, который хранился в тюбике. Сегодня эпоха тюбиков уже прошла и поставляется в них, как правило, только горчица. В основном все продукты у космонавтов сублимированные. Готовое блюдо замораживается, а потом резко подвергается сушке при очень высокой температуре. Пища становится легче по весу, не теряя при этом питательных веществ. Поэтому в космос сегодня можно отправить все, что угодно. Там борщ, не знаю, там еще какую-нибудь сладость, печеньки какие-нибудь, тоже чтобы им было для перекуса. Наверное, жареный картофель. Почему? Потому что, не знаю, я люблю жареный картофель, думаю, какое такое традиционное блюдо в России, да, очень любимое. Сухофрукты, финики сушеные, было бы замечательно. Вот такие продукты югорчане отправили бы в космос. А председатель Якутского научного центра Российской академии наук Михаил Лебедев предложил внести в рацион питания космонавтов продукты, которые употребляют коренные малочисленные народы Севера. Народы Ханты и Манси с этим решением согласны. В первую очередь предлагают отправить в космос местные ягоды – морожку, голубику, клюкву и бруснику. Они успевают поспеть и набрать запас витаминов в условиях короткого северного лета. Ягоды, наши сибирские ягоды, протертые. С сахаром, клюква, брусника, черника, очень полезная ягода, голубика, грибы. Я не знаю, грибы я бы не дала в космос. Почему? Ну, грибы сейчас, экология-то какая грибы-то, не дай бог что. Опасно. Но чтобы космонавты всегда были сытыми, коренные малочисленные народы Севера предлагают свое изысканное блюдо – строганину из оленины. Это диетическое мясо хорошо усваивается и позволяет утолить чувство голода. Я бы, конечно, им дала, в первую очередь, строганину, допустим, из благородной рыбы. Она хорошо усваивается. Ее, ну, как сказать-то, можно и не жевать, учитывая, что у них там вся пища протертая. Я не знаю, как для космонавтов, но для северян они необходимы, потому что условия-то суровые. Но если у них такие же суровые условия, как у нас, ну, значит, как раз в точку попадет. Прежде чем добавить какое-то блюдо в меню, его сначала дают попробовать самим космонавтам. Они и оценивают вкусовые качества. Но народы ханты и манси уверены – их традиционная пища придет по вкусу любому посланнику Земли. Субтитры создавал DimaTorzok